привет друзья сегодня у нас с вами будет очень интересная и практическая тема и она очень важная несмотря на то что многие ее недооценивают звучит она так 10 ошибок организации и хранения вещей вашем шкафу дело в том что мало создать идеальный капсульный гардероб нужно еще и организовать его таким образом чтобы им было удобно пользоваться чтобы вы про свои вещи не забывали и чтобы они у вас хранились так чтобы не выходили из строя максимально долго ну что ж давайте приступим и пункт номер один у нас это неправильный выбор вешалок вопросе вешалок есть несколько важных моментов на которые хочется обратить ваше внимание во первых ваши вешалки должны быть качественными то есть все эти плечики которые деформируются из химчисток от этого нужно сразу же избавляться причем их не обязательно выбрасывать можно их возвращать обратно химчистку они их принимают второй момент в идеале чтобы ваши вешалки были одинаковыми потому что на мой взгляд ничто так не создает ощущение беспорядочности в шкафу как когда все вешалки там разномастные разноцветные разных форм выглядит это запредельно неаккуратно и наконец самый важный пункт это чтобы ваши вешалки были по размеру для вашей одежды потому что бывает такое когда вешалка например слишком большая и она деформирует рукава у вашего платья например или наоборот она слишком маленькая и получается что ваш жакет как бы отвисает и тоже меняет свою первозданную форму следующий пункт вы не организуете сезонное хранение вещей то есть когда у вас все вещи и весенне-летние и осенне-зимние находятся в одном месте и постоянно у вас на глазах что здесь является ошибкой во первых то что вы не можете оценить текущую ситуацию и вам очень сложно хвататься за вещи сложно как-то их комбинировать друг с другом когда вас постоянно отвлекают вещи другого сезона то есть которые в принципе сейчас использовать не можете например у вас висят шерстяные зимние платья свитеры лежат и тут же лежит стопка летних топов шортов и например летних платьев получается что вы просто буквально не знаете за что хвататься и это приводит к тому что вы каждый день носите одни и те же вещи как часто нужно организовывать свой шкаф к сезону я это делаю два раза в год перед весенне-летним сезоном тогда когда позволяет погода то есть когда уже потеплело примерно это март-апрель я убираю все зимние вещи и достаю летние и также к осенне-зимнему сезону примерно это делаю в сентябре то есть когда уже точно холодает и уже начинаю доставать свитеры зимние платья и прочие вещи которые мне могут пригодиться в ближайшие несколько месяцев в нашем климате ближайшие полгода и наконец когда вы убираете те вещи которые не будете использовать обязательно организуйте надлежащее хранение и надлежащий уход то есть если у вас полгода будет вещь лежать например с пятном которое нужно вывести в химчистке особенно это касается верхней одежды то вы рискуете тем что когда вы ее вытащите вы уже это пятно вообще не сможете вывести но и вообще это неприятно приятно когда вы достаете вещи они все как новенькие ухоженные и тут же можно их надеть это и есть критерий того что вы свои вещи сезонные храните правильно то же самое касается и обуви то есть как только сезон окончился все что нужно сдать в ремонт и в химчистку сдается сразу следующий пункт касается хранения обуви как раз самая большая на мой взгляд ошибка это хранить обувь в закрытых коробках и я сама раньше эту ошибку допускала еще когда мы жили на предыдущей квартире я там было маловато места и я не умела еще тогда заниматься организации пространства не умела организовать все для себя функционально и мне казалось очень даже функциональным хранить обувь в коробках в итоге это привело к тому что например когда мы переезжали и я разбирала свой шкаф и нашла где-то там на дальней полочке какие-то туфли про которые я просто вообще забыла они лежали все в одной коробке там было порядка трех пар где-то летней обуви и вспомнила я ее только тогда когда переезжали то есть во время переезда теперь я так не делаю вся обувь у меня хранится на полках они закрытых шкафах находятся но вся обувь круглый год открыта единственный лайфхак для например замшевую обувь которая пылится которую сложно протереть тряпочкой такой обувь я еще убираю в пластиковые прозрачные пакетики они очень часто кстати идут уже когда обувь продается они часто лежат уже в коробках для обуви самой вся остальная обувь просто стоит в открытом доступе причем здесь я как раз сезонность особо не организую потому что у меня нет столько места дома просто я уже расставляю обувь таким образом чтобы например не сезонная была где-то на верхних полках или где-то в глубине а перед глазами в зоне доступа ближайшего у меня стоит обувь которая используется именно в текущий момент следующая не очень очевидная ошибка она уже касается одежды это когда вы не застегиваете пуговицы или молнии у той одежды которая хранится на плечиках таки это может привести к деформации вещей в худшем случае особенно если у нас идет речь о кожаных вещах например у меня есть кожаная куртка очень тоненькая я всегда застегиваю молнию несмотря на то что это не так удобно в использовании то есть я уже не могу просто сдернуть куртку с вешалки надеть ее и пойти приходится совершить чуть больше манипуляций но зато на коже не образуется никаких лишних заломов то же самое касается верхней одежды пальто или жакетов и рубашек тоже когда рубашка очень долго висит в расстегнутом виде то у нее могут появиться лишние складки в районе воротника поэтому как минимум верхнюю пуговичку я тоже стараюсь застегивать следующая ошибка в организации и хранение вещей вашем шкафу это хранение одежды не по категориям это одна из самых грандиозных ошибок если вы не уделяете этому никакого внимания у вас все вещи висят в разнобой вам будет действительно сложно их использовать эффективно и сложно будет составлять комплекты самое лучшее что вы можете сделать это развесить вещи по категории например моем шкафу у меня верхняя одежда ну как у большинства из нас до висит отдельно она находится в шкафу в коридоре и туда же я еще иногда довешиваю жакеты тоже потому что они тоже часто для меня служит как второй слой особенно если нас речь идет о более теплом сезоне то есть служит мне они как верхняя одежда практически а в моем шкафу который находится в спальне уже висят вещи просто текущие используемые и они находятся там по категориям это отдельно рубашки и блузки отдельно платье отдельно лежат брюки и отдельно лежат свитеры тогда когда я выбираю себе какой-то вариант не за какие-то брюки или джинсы уже к ним мне легко подобрать верх потому что все это находится на виду я вижу и цвета и формы и так намного легче определиться но и в идеале еще для перфекционистов идея в том чтобы еще и развешивать вещи по цветам я стала это делать совсем недавно и просто не нарадуюсь когда открываю шкаф ну например я организовала уже шкаф мужа и у меня прям глаз радуется когда я вижу как там все красиво таким градиентом развешено от светлого к темному и тоже это очень сильно помогает в использовании вещей следующая грандиозная ошибка это развешивание нескольких вещей на одной вешалке это практически тоже гарантированно приводит к тому что те вещи которые хранятся у вас в самом низу они будут забыты и использованы вами не будут потому что очень маленькая вероятность того что когда вы ищете что вам надеть вы будете снимать верхние вещи с вешалок чтобы увидеть что там под ними находится исключение это когда у вас на одной вешалке висит костюм то есть пиджак плюс юбка или пиджак плюс брюки тогда да ну логично предположить что когда вы надеваете пиджак то и брюки вам тоже могут от него понадобится могут и не но меньше вероятность того что вы совсем совсем про эти вещи забудете следующая ошибка это хранение трикотажа и свитеров или например каких-то трикотажных платьев на вешалках это безусловно и стопроцентно приводит к деформации вещей исключение это когда у вас толстые такие вешалки с широкими плечиками и когда сам по себе трикотаж или свитер не тяжелый но все равно если например он будет висеть слишком долго то постепенно он поедет вниз вещь отвисится и деформируется поэтому все трикотажные вещи свитеры и все ввязанные вещи нужно хранить на полках следующая ошибка касается украшений украшение тоже у нас относится к одному из важных элементов для создания стильного образа поэтому они должны использоваться на регулярной основе но часто не используется если например вы храните украшение не в одной шкатулке не в одном месте а в разных маленьких коробочках я совершенно точно знаю что очень многие это делают когда я прихожу на разборы гардероба я очень часто это вижу и делают так потому что просто не сформировалось понимание того что эти вещи вами будут забыты и будут крайне редко использованы намного более высокая вероятность использования когда вы храните все украшения в одной например большой шкатулке если их много когда есть там выдвижные какие-то полочки когда все разложено по категориям и открывая эти полочки вы сразу видите что у вас есть и что вам по настроению или по стилю сегодня больше всего подходит вероятность того что вы будете каждую маленькую шкатулочку раскрывать для того чтобы найти для себя подходящие на сегодня украшение намного ниже еще одна ошибка ну и здесь она совсем совсем не очевидно и многие даже со мной не согласятся потому что еще буквально даже я сама не так давно эту ошибку допускала ну и ее можно назвать эту ошибку условной да потому что большинство людей хранят вещи именно таким образом это хранение стопками на полках или стопками в комоде что еще хуже то есть когда вы открываете комод у вас лежит там стопка и получается что вы не видите что находится в нижних слоях это примерно такая же ошибка как использовать несколько вещей на одной вешалке ну и на полке это в принципе тоже не очень удобно потому что если вы хотите достать ту вещь которая находится в самом низу и например вы еще и торопитесь то высока вероятность того что ваш стоп просто развалится и через некоторое время шкаф станет выглядеть предельно неопрятно как решается эта проблема она решается вертикальным хранением я знаю что многим уже эта тема набила оскомину очень много про это говорят но как только вы попробуете такую организацию хранения вещей я вам гарантирую что вы уже не вернетесь к предыдущему методу хранения потому что это действительно запредельно удобно и наконец последний пункт это неправильное хранение белья это например когда вы свои бюстгальтеры складываете пополам или когда у вас принципе белье не рассортированное все как-то в перемешку лежит и тоже это выглядит во-первых неопрятно во-вторых ваше белье будет деформировано и вам будет непонятно что вообще у вас там находится лучше всего для белья тоже использовать органайзеры и ваши бюстгальтеры нужно хранить в своем первозданном виде то есть никак их не складывать а просто тоже вертикальным способом в таком органайзере разложить в идеале еще и по цветам чтобы это выглядело красиво и опрятно и тогда можно сказать что у вас будет организован идеальный шкаф если вы исправите все вот эти ошибки и последуете моим рекомендациям